Всем привет, друзья! Сегодня у нас не самая сложная задачка, но, тем не менее, поломать голову всё-таки надо. Смотри, стороны прямоугольника выражаются целыми числами. Какой длины они должны быть, чтобы периметр прямоугольника численно равнялся его площади? Так, вот у нас есть прямоугольник, и, допустим, обозначим его стороны через x и y. И по условию говорится, что его площадь численно равна периметру. И не забываем, я тут подчеркнул, что у нас стороны прямоугольника выражаются целыми числами. Ну и давайте запишем теперь в виде формул. Площадь прямоугольника это что такое? Это x, помноженное на y, правильно? А периметр, разве что такое? Это сумма длин всех сторон, да? То есть 2x плюс 2y. Ну, давайте попробуем выразить отсюда x. Что мы сделаем? Ну, давайте то, что с x перенесём в одну сторону, то, что с y в другую. Итак, 2x минус xy равняется минус 2y. Тогда x вынесем за скобочку, получим 2 минус y равняется минус 2y. И тогда x у нас равняется минус 2y, деленное на 2 минус y. Или, чтобы избавиться от минуса, можем просто записать 2y, деленное на y минус 2. Всё, получили вот эту вот формулу. И давайте запишем её отдельно. x равняется 2y, деленное на y минус 2. А всё остальное сотрём, чтобы оно нас не раздражало. Вот так вот. Что будем делать дальше? Так как x и y должны быть положительными, правильно? Ну, потому что это длины, да? Длины прямоугольника. То положительным должно быть и число y минус 2. Потому что если x положительный, y положительный, то и знаменатель должен быть положительным. Иначе никак. Следовательно, у нас появляется ограничение. y должно быть больше 2. Строго больше 2, да? Не больше, либо равно, строго больше. Теперь заметим вот что. x равняется 2y, деленное на y минус 2. И давайте мы сделаем вот какую вещь. 2y запишем как минус 4 плюс 4, деленное на y минус 2. Зачем мы это делаем? Мы прибавили 4 и отняли 4, да? То есть в числителе у нас ничего не изменилось. Но теперь мы можем вот это вот объединить, вынести двоечку. У нас получится y минус 2 плюс 4. Так, и в знаменателе y минус 2. И как замечательно, что мы можем это сократить. И тогда у нас получится, что x равняется 2. Это вот от первого слагаемого остается, да? Плюс 4, деленное на y минус 2. Смотри. Ну и давайте еще раз. Это равно x. Так как x должен быть целым числом, то вот это вот выражение, оно тоже должно быть целым. Целое. А при том, что у нас еще y больше 2, так? Значит, у нас y какие могут быть вообще? y может быть равен 3, 4 или 6. Почему, например, не может быть 2? Ну, 2 понятно, да? Потому что будет 0, но 0 делить нельзя. Почему не может быть, например, 5? Потому что 5 минус 2 это 3, 4 третьих это дробь. Да, целое число у нас не получится. А почему не может быть 10? Потому что если мы подставим 10, получится в знаменателе 8, получается 4 восьмых. Это 1 вторая. Снова получается дробь. Да? То есть ничего больше 4 в знаменателе быть не может. Поэтому только 3, 4 или 6. Ну давайте рассмотрим и все эти варианты. Если у нас y равняется 3, тогда x у нас равняется, смотрим, 2 плюс 4 деленное на 3 минус 2, это 1, на 1. Равняется 6. Если у нас y равняется 4, тогда x у нас равняется 2, плюс 4 делить на 2, это 2. Так, равняется 4. Если у нас y равняется 6, тогда что у нас будет? x равняется 2, плюс 6 минус 2 это 4, 4 на 4 это 1, плюс 1 равняется 3. То есть какие пары числа у нас получаются? Если x равен 6, y равен 3. x равен 4, y тоже равен 4, и x равен 3, y 6. Ну смотрим, вот эти вот две пары, да, они у нас симметричные. То есть ответ какой? Либо у нас будет прямоугольник со сторонами 3 и 6, либо у нас будет с вами квадрат со сторонами 4 и 4. Вот два возможных варианта ответа. Вот такая вот задачка, друзья. Если было понятно и интересно, ставим лайк, обязательно проходим по ссылочке в мой телеграм. Не забываем подписаться. И пока, до новых интересных задач на моем канале.